Здравствуйте, дорогие телезрители канала Афонтова и, конечно же, подписчики моего канала на ютюбе Голова садовая тетя Таня. Сегодняшняя тема помидоры. Ну, не сами помидоры, а вот то, что от них уже осталось. Так что же делать вот с этими стеблями томатов, которые уже все кердыком пришел, так мы говорим по-сибирски. Вы все делаете все наоборот, вот прям девочки наоборот. Сначала отстегнете все пристежки, у вас все повалится, потом выделите палки, будете ходить запинаться. Сделайте, пожалуйста, как я вам покажу. Это все просто. Вот этот прием, который я уже много лет использую, он дает возможность оставить корневую систему, а она огромна у томатов, судя по его росту. Вот верхняя часть – это зеркальное отражение нижней части. Так зачем нам вырывать эти корни, корячится просто. Все в земле, все в помидорной пыльце, руки сжет, лицо все обожженное. Не делайте так, пожалуйста. Значит, мы отрежем томаты от корня, оставив пенек сантиметров 10-15. Для чего? Да для того, чтобы вот этот корень, а мы еще потом польем, когда все уберем, у нас останутся только корни. Мы польем как следует. Ну, у меня помидоры здоровые, поэтому я полью, закрою пленками, и эти корни за зимнее время прекрасным образом просто рассыпятся. И мы только палочки вытащим оставшиеся, я покажу все. И у нас будет прекрасное органическое удобрение, которое не надо отсюда вытаскивать в компостный ящик, а потом затаскивать назад. Вот это вот затаскивать-вытаскивать, это любимое дело всех дачников-огородников. У меня нет, у меня нет столько сил, у меня желания даже нет это делать. Здесь будут расти огурцы, и никакие болезни здесь уже не существуют. А для огурцов, у помидора огурцов, болезней одинаковых нету. Посмотрите, какой плохой сезон. Загнивает плодовая кисть, все у нее веточки высохли. И если и влага здесь будет, то они еще и погибнут. Но сейчас речь не об этом идет. Побыстрее надо все убрать. Отрезаем вот так, смотрите, раз. Видите, да? Стволик свободно на стебледержателях ездит по стволу. Оставим его в покое, сделаем также следующий. Оставляем пенечек, чтобы потом было за что браться. Так, ну у нас есть еще вот замечательный. Отрезаем вот так вот. Видите? А теперь все по порядку. Начинаем отстегивать стебледержатели снизу, а не сверху, чтобы помидор мозг не выносил. Дорогим огородникам. Вот эти пристежки, они замечательные просто. Настолько удобные. Много лет использую одни и те же. Так что расхода практически никакого. То есть все на дело, все как положено. Не оставляйте их, конечно, на стеблях, потому что мы же в измельчитель все это запустим. Я надеюсь, что вы вместо навоза уже купили измельчитель. Я надеюсь. Так, что-то еще тут привязано. А, ничего не привязано. Ну вот он стебель, он уже никому не мешает. Но эти помидорки можно, конечно, оборвать. Они нам пригодятся для всяких соусов. Это все уже за теплицу. Следующий вариант. Вот у меня тут есть такой мешочек старенький. Я туда складываю стебли и держатели. Едем дальше. Так, это тоже отстегиваем. И всегда снизу. Вам так будет удобно. Они не будут падать на вас. А помидоры, они вызывают даже аллергию, потому что пыльца у них очень серьезная. И может вас поранить, может быть ожог. Все, помидор отстегнут. Вытаскиваем. На нем помидор уже нет. Я все собрала. За теплицу. Этот тоже уже обрезан. И мы его отстегиваем. Ну вот я убрала целую секцию практически, да, стволов томатов. Я не поранилась, я не вымазалась. Заметьте, что я еще достаточно чисто выгляжу. Так. Ну, их можно складывать, сбрасывать. Так, здесь есть помидоры. Мы, конечно, их снимем. Это замечательный не агара сорт. Ну и все. Вот они запущены в два ствола, вы помните, да? Урожай помидор неплохой, но не шикарный. Я бы так сказала. Посмотрите, какие они длинные. И справляться с ними, конечно, нужно правильно. Так, секатор. Куда делся? Вот он. Значит, ну и все. Отстригаем ряд, который у стекла. Вот видите, он упал, но он не завалился на меня. Это же удобно. Вот всегда делайте так, чтобы было удобно, а не так, чтобы маяться при этом. Начинайте, знаете, если честно, когда есть работа, которую неудобно делать, которая доставляет массу, ну, каких-то неприятных ощущений, ее и делать-то не хочется. Ну, когда все удобно и разумно, делать все хочется. Ну, и все, опять снизу. Все просто. Отстежки. Смотрите, как устроено стебли держатели. Вот разворачиваешь этот хвостик, на нем такие нанесены как бы стрелочки. Плашмя вставляешь его и разворачиваешь. Все, и он уже держится как надо. Маловато, да? Ну, и что, что маловато? А мы возьмем и соединим две. Развернем. Но, посмотрите, а теперь кольцо получится в два раза больше. И если ствол томата находится далеко от, ну, опоры, можно три таких пристегнуть. Вот, правда, мне очень нравится. Значит, это у нас, как я понимаю, Это я понимаю, даже не знаю, кто это я. Кого я тут посадила? На каскад не похоже. Ну, что-то мелкое. Пересорстится бывает часто довольно. Нашим производителям семян надо отдать должное, что они что-то не очень парятся по поводу чистосортности. Ну, видите, все, ствол у меня в руках. Я оббираю помидорки, которые блестящие. И это обязательно. О, посмотрите внимательно. Видите? Это вершинная гниль. Значит, в поливочной воде и в почве не хватает кальция. И обязательно пролью теплицы с кальцинированной селитрой. И это будет очень даже замечательно. Так, ну все, помидорки собраны. Они еще, бедняги, там расцвелись. Посмотрите, какие умницы. Да, прикорневой отросток еще и цветет. А вот это все прекрасно залетит в измельчитель и вылетит в виде вот таких порезанных кусочков. Ну, практически угол уже освободился. Вот смотрите, видите, остались только опоры, бамбуковые палки и вот эти корешки. Ну, бамбуковые палки вытащить очень просто. Проблем никаких нет. С ними вообще проблем нет. Надо отдать должное. Тот, кто придумал вот эти палки поставлять в Россию. У нас, как я понимаю, они не растут. Все, остались пенечки. Корневая система очень большая. Чтобы ее выдрять, надо засыпать себя землей и все вокруг. Я этого делать не буду. Все, выровняю почву, выровняю ее обязательно. Пролью все кальцинированной селитрой. И я надеюсь, что вы меня услышали. Это удобно. Органика здесь уже внесена. Причем растительная, натуральная, а не от больной коровы. Вот правда не люблю навоз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова